Каков в колыбельке, таков и в могилке. И у бойцов точно так же. Если нет внутреннего понятия про уважение и бойцовскую честь, то словами уже не объяснишь. Только зубодробящим нокаутом в ринге. Привет, павлины в тени черемухи! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на дерзких бойцов, которых ни жизнь, ни тренер не научили бойцовской этике. А пока ребята записываются к стоматологу после боя, подпишитесь на канал и ставьте лайк. Иногда можно утонуть в тарелке супа, особенно после литры сивухи. А иногда можно получить невероятно быструю карму, как в этом бою. Один из бойцов решил осуществить гениальный план. Вытянув руку для приветствия, он сразу бросился в ноги. И все это за каких-то пару секунд. Но его противник оказался с реакцией ниндзи. И тоже молниеносно ударил коленом в летящую на него голову. На чем, собственно, история и закончилась. Любая встреча – это начало расставания. Так же и у бойцов. Пожать перчатки в знак уважения после слов рефери – это начало жестокого и кровопролитного боя. Сивер на протянутые руки Макгрегора ответил лишь презренным взглядом, что очень не понравилось Конору. И тот показал ему, что обо всем этом думает. Конечно, Макгрегор – очень неоднозначная личность. И сам не раз сделал и говорил такое, за что карма его должна просто разорвать. Но отрицать то, что он отличный боец, нельзя. Разбивая Сивера весь первый раунд и даже издеваясь над ним, Конор закончил свою месть добиванием в партере во втором раунде, внушая ему с каждым ударом манеры уважения. Ральф Грейси вышел на свой поединок против Таканори Гоми, как монстр, который пересмотрел Рокки перед боем. Или закинулся озверином, а может и чем-то получше. Он так смотрел на Гоми, как будто хотел его сожрать живьем. Но, как говорится, воспитание важнее происхождения, а в нашем случае – страшной и злобной мордой. После того, как Грейси отказался дотронуться до протянутой перчатки Гоми, тот тоже посмотрел на него не очень дружелюбно. Грейси хотел с первых секунд пройти в ноги и показать, что он тот самый Грейси. Но Таканори в сандалил ему классный кик и жестко настучал коленом воспитательных тумаков. Все, что цветет, неизбежно увянет. А все, кто проявляют неуважение в клетке или ринге, неизбежно будут наказаны соперникам, кармой или зрителями. Один из самых знаменитых и ожидаемых в свое время поединков между Холли Холм и Рондой Роузи, которую считали лучшей из лучших, еще больше завел толпу, когда Роузи тупо убежала спиной к клетке в ответ на протянутые перчатки Холм. Но сильный ветер и цветок Сакуры не могут быть друзьями, а гордыня точно не друг здравомыслий. Считая себя лучшей из лучших, Роузи в этом поединке была полностью уничтожена и разобрана, как конструктор Лего трехлетним пацаном. А финальная точка в виде нокаута после хайкика стала поводом для празднования многих болельщиков. Выносливость лошади познается в пути, а нрав бойца в поединке. Невероятный бой, который устроили Адам Файф и Алекс Торне, начался с подлейшего удара со стороны Файфа, который протянул правую руку для приветствия, молниеносно ударив левый прямой, который помог ему овладеть инициативой, но ненадолго. Торн, благодаря своей держалке и высшим силам, сообразил, что к чему, и перебил Адама, отправив того на канвас, после чего доработав уже там. За 30 секунд боя зрители успели увидеть подлость, камбэк и нокаут. Даже великий дуб когда-то упадет, а лучшие бойцы рано или поздно познают горечь поражения. Андерсон Сильва всегда отличался не только своей невероятной манерой боя, но и уважением к бойцам в клетке. Он не только жал перчатки, но и кланялся всем соперникам перед боем. Почему он не пожал перчатки Вайдману перед поединком, а только поклонился, остается загадкой. Но возможно именно это и стало причиной его невероятного поражения и одного из самых больших апсетов в истории ММА. Чрезмерная уверенность в себе, пренебрежение защитой и много бравады дали все карты Вайдману для того, чтобы донести свой фатальный удар до цели. Лицом принцесса, сердцем ведьма, именно так можно сказать про Кассэм, которая в поединке против Ким поступила очень некрасиво. Сама же протянув руку для приветствия, эта салава бич сразу ударила беззащитную Ким ногой в корпус, чем разозлила ее не на шутку. Как оказалось, для победы одной подлости мало, нужно еще и что-то уметь. Первым же ударом от Ким эта подлая змея завалилась на канвас, но сумела выбраться. А бой закончился во втором раунде техническим нокаутом после знакового удара в живот. Оправдываться после поражения, особенно когда ты сделал очень подлый поступок, это все равно, что пукнул прикрывать задницу руками. В поединке Эрика Сильвы против Нордина Таллера мы увидели то, чему катится современный мир боевых искусств в погоне за славой и деньгами. Сильва протянул руку для пожатия, тут же этой же рукой сразу пробил жесточайший левый боковой по беззащитному Таллеру, который также протянул руку в ответ. Но на радость фанов и с помощью всевышней кармы Таллер отправил Сильву в нокаут справедливости во втором раунде. Воспоминания, как летний дождь, бывают приятные, а бывают печальные. Многие из вас знают, кто такой Гарбранд, и его привычку не жать перчатки перед боем. А как это расценивать, решайте сами. Но Дилашоу это точно расценил как неуважение. Ведь протянув свои перчатки после слов рефери, Коди в ответ тупо убежал назад к сетке. Не знаю, что для Дилашоу приятнее, сладкая месть или вкусный гонорар за бой, но он получил и то, и то, отправив Гарбранда в нокаут после обмена, который он же навязал. Кривую ветку обязательно срежут, а взорвавшегося бойца накажут. Так и случилось в поединке Кул Пеппера в черных шортах против Резенблюма в белых. Когда начался поединок, Кул Пеппер протянул руку для приветствия. Но его соперник решил, что это отличный момент для атаки, и выбросил парочку прямых. Но Кул оказался не из простых рубак, и среагировал на эти удары, сразу ответив боковым, который и закончил бой, отправив хитреца в нокаут. Пишите в комментах, какие бойцы вас бесят своим поведением в клетке, и какой вид пельменей вас бесит тем, что постоянно разваривается или воняет протухшим мясом. Давайте спасать друг друга от беды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А если вы хотите стать чемпионами по ММА, или по боксу, или муай-тай, в общем вообще не важно в чем, или лучшим в истории человечества уличным бойцом, тогда подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании, и узрите самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силу чьи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok